Котинет это канал, на котором выходит видео про котиков и лубрика, если бы котики ходили в школу, по типу Платков, Кусев, Ненадий Петрович, Катина Ивановна и другие. Но в этом видео я расскажу о этом канале и что с ним сейчас. Это новая лубрика на моем канале, а именно история каналов. В этом лубрике я буду рассказывать про всяких ютуберов и рассказывать их истории. Ну ладно, поехали. Итак, 12 января 2021 года Декотинет создает канал. И самое первое видео было это пародия, это просто обычное видео с котиком. Но уже где-то в следующем, в новом 2022 году они начали выпускать видео, где было разных котов по типу Лоткова, Кусева. Кстати, самая популярная лубрика на их канале это, это конечно же, если бы котики ходили в школу. Их, этих видео там очень много. Также они выпускают видео в ТикТок. Кто бы собрал довольно неплохие просмотры. И, в принципе, у Кутинета даже жигала или река с морем подписчиков. Но у него очень много просмотров и подписчиков. Но я расскажу вам, как же разбивался канал Кутинета. В общем-то, в общем-то, в этом году он продолжает выпускать видео, но, конечно, он редко выпускает видео, но в ТикТок он часто что-то публикует. И также часто ему донатят, несмотря на то, что по-моему, если я не ошибаюсь, у него даже нету донейшей на Ротс. Но, может быть, те есть, а если я ошибся, то напишите в комментариях. В общем-то, канал Кутинет довольно крутой. И уже в начале 2022 года пошли такие события для канала Кутинет. Если в январе и феврале ничего такого не происходило, то в Мауте 2022 года всем блогерам из России перестают платить монетизацию. И также в то время хотели заблокировать Ютуб. И уже тогда, когда монетизация потерялась на Ютубе и когда Ютуб хотели заблокировать, Кутинет создал свои телеграм-каналы 19 марта. Да. А может он и давно создал, я просто немного не помню. Ну и, в общем-то, вышли времена. И всё хорошо, пока он не выпустил видео про пародии с котиками. В общем-то, он проделывал песни «Мальчик на девятке», «Федерико Фереллини» и другие. И они всем нравились, в том числе и мне. И, в принципе, видео до сих пор продолжают выходить. Только, правда, редко. Но ничего страшного, ведь он также на канал выпускает видео, а именно сборники разных серий. Или просто с талубрикой «Если бы котики ходили в школу». Также в его видео есть и персонажи, которые постепенно появляются в его роликах. Вот, например, Латков, Кусев, Севлыбкин, Катина Ивановна и другие. Но самый главный, наверное, это Геннадий Петрович. Потому что, несмотря на то, что он уже два года снимает это видео, эти видео, то есть с 2022-2021, то в начале января он мало как, мало снимал видео, но уже ближе к лету и весне с осенью он все же смог начать снимать нормальные видео. Но, в принципе, это, кстати, эта история похожа на мой канал. Когда в январе я ничего такого особенного не выпускал, но уже ближе к весне и лету 2022 года я начал выпускать другие видео. Ну ладно, вам все равно на эту информацию. Я лучше расскажу, что сейчас с каналом Кутинет. Итак, если зайди на его канал, то можно увидеть, что видео вышло вчера. И это, в принципе, логично, потому что даже я его успел посмотреть. Вы сейчас скажете, а какой ты быстрый ютубер, можешь даже посмотреть, успел даже посмотреть. И да, потому что я хотел сделать это видео несколько недель назад. Ну ладно уж, давайте расскажу уже следующую историю канала Кутинет. В общем-то, в апреле они выпускают, в основном, видео про магазин. Их часто в этих видео присутствовал Хаги-Ваги. И Киси-Миси. Кстати, уже они больше, вроде бы, не появляются. Так как, потому что, ну если появляются, то очень редко. Также, как же вспомнил, что в Мауте, Кутинет выпускает видео, игрушки, все игрушки учеников в классе. И в том видео, как у вас на заднем плане появляются Хаги-Ваги с Киси-Миси. Ну это, наверное, так, для красоты. И это не важно. Но самое главное, это то, что Кутинет вставается над этим видео. Он придумал себе худой логотип, он придумал себе крутых котиков. И самое главное, новых персонажей. А именно, Валерий Полосатиков, которого привыкли называть Бе-Бе. А его так называют, потому что он постоянно бякает на локах. Хоть это и смешно, но иногда бывает такое, что... Что на сцене у зрителей спрашивают. Вам понравилась концерт, а кто-то... А Валерий Полосатиков закричал, да, так же и видео Кутинет. Ну что ж, Кутинет активно продолжает выпускать видео. Правда не так часто, как раньше, но все же. Так же, можно сказать, что Кутинет довольно популярный. Но если его смогут обогнать Симбочкой из Сливки Шоу, с Чипитосиками и Росковым Джонни, то про это я обязательно запишу ролик. Хотя что-то сомневаюсь, что Сливки Шоу все же обгонят его. Кстати, на моем канале скоро выйдет видео про Сливки Шоу, как у вас. И про других ютуберов. Так что, и не только про это. Так что подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить видео про Сливки Шоу. И другие классные видео. Ну что ж. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Ну и всем пока. Пока. Не забудьте посмотреть мои другие видео. Всем пока.